Решение Дэрила Мори бороться за Криса Боша, оно выглядело вполне логично. Соединение такого классического тяжелого форварда с Дуайтом Ховардом могло принести Хьюстону хорошие плоды. Команда вполне могла бороться с таким сочетанием двух больших за финал конференции на Западе. К сожалению, Хьюстону не хватило совсем немножко, чтобы эта сделка осуществилась. И Мори пришлось остановиться на том составе, который у него был. Стал ли Хьюстон слабее или сильнее? Ну, мне кажется, команда осталась примерно на том же самом уровне. Хьюстон заменил Парсонса на Тревора Аризу, и это не делает Хьюстон слабее прошлогоднего. Ну, с уходом Лина Хьюстон в первую очередь потерял свою азиатскую публику в большом количестве. Но Мори, опять же повторюсь, сделал ставку на Боша, поэтому ему пришлось слить контракты Ашика и Лина. Хотел он этого или не хотел, но у него была ставка на другого человека. Поэтому мне кажется, что Патрик Беверли прекрасно справится с ролью стартового разыгрывающего. Потолок этой команды второй раунд. В команде прежнего остался Кевин Макхейл. Это специалист какого-то определенного уровня, который не может сделать своих лидеров лучше, не развивает их сильные стороны. И мы видим, да, что даже в плей-офф, в тот момент, когда необходимо было принять жесткое решение, мы все знаем, чем это все закончилось. Команда могла стать сильнее, и ее генеральный менеджер все делает для этого. Но Бош выбрал Майами, это его решение.